Доброе оранжевое утро, друзья! Сегодня оно будет немного с танцевальным уклоном. Меня зовут Евгений Чурилин, и у нас сегодня в гостях Зинаида Куприенко, хореограф. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Женя, и тебе! Зинаида Куприенко – инструктор зумба-фитнес и хореограф телевизионного проекта «Орденко». По образованию режиссер массовых праздников, работала ведущей на телевидении, а 10 лет назад стала сертифицированным инструктором зумба-фитнеса. С тех пор преподает зумбу и танцы взрослым и детям. Зина утверждает, что когда становится грустно и кажется, что силы заканчиваются, нужно танцевать. Ну что, начнем с чего? С того, что как все начиналось, какие были основы, с чего вообще стартовала творческая лаборатория Зинаиды Куприенко. Все это, конечно, интересно узнать, поэтому будем рассказывать все по порядку, как было. Ну, начнем с того, что в этой жизни я занималась много чем. И однажды села и задумалась, вот я много что умею, а что мне хочется делать всегда? Вот что я могу делать всегда, как бы я ни устала? И я поняла, всегда могу танцевать. Вот тут парадокс, на самом деле. Почему? Потому что, как бы там не уставал человек, да, но что я могу при этом делать? Танцевать. Да. Это же все-таки отнимает энергию. Ты знаешь, Жень, вот в процессе работы, я вот по наитию пошла в это, а в процессе работы за 10 лет я в этом убедилась много раз, что когда вам кажется, что у вас нету сил, и уже ничего не хочется, и мир не мил, тогда вы просто включаете музыку, можно начать с той музыки, которая тебе нравится. Может быть, какая-то более энергичная музыка. И если вы позволите себе этой музыке, как я говорю, отдаться, впустить в себя эту музыку, то я тебе уверяю, силы всегда появляются. Силы появляются, потому что мы начинаем выпускать свою собственную энергию, которая у нас внутри есть. Именно поэтому движение, это жизнь, и движение дает силы. Действительно, это так, да, да. Я насколько осведомлен, все почему-то связано, ну, во всяком случае, многое, да, и такой большой интервал времени именно с зумбой. Да, 10 лет я танцую, последние 10 лет. Когда я решила, что я хочу танцевать, я подумала, а как бы я, с какого бы края мне к танцам подойти, потому что базового хореографического образования у меня нет, образование у меня режиссерское. И я подумала, ну, наверное, начну с того, что могу, и с того, что знаю. И начала я, как ни странно, с занятий по актерскому мастерству. Так. И в том клубе чудесном в Академгородке, где директор моя подруга, она мне говорит, ты знаешь, есть такое танцевальное направление фитнеса, зумба. Не хочешь сходить? Я говорю, хочу, конечно. Я как человек любопытный пришла. Ну, конечно, интересно. Я пришла, Женя, и я попала. Потому что этот час занятий, я просто вообще, я кричала ура, подпрыгивала, потому что я нашла то, что я так долго искала. Это танцевальное направление, которое позволяет тебе танцевать самому собой. То есть не обязательно поиск партнера, если нет такой возможности. Это танцевальное направление, которое включает в себя самые разные ритмы и мелодии. Это не какое-то определенное, что мы танцуем только латину. Хотя изначально зумба задумывалась ее основателем Бета Перрисом как фитнес-направление, кардио-тренировка на базе латиноамериканских мелодий. Но это направление так широко захватило мир, что каждая страна хотела внести свои ритмы тоже. И зумба заиграла самыми разными красками. Там встречается все. Там говорят даже по-первых, какие-то франшизы начали распространяться о том, что зумба там вот такая. Это несколько категорий и так далее. Там действительно это настолько широкое понятие как зумба? На самом деле это направление очень хорошо продуманное, с очень хорошо простроенным маркетингом. Когда я училась, это было 10 лет назад, у нас в городе было 5 сертифицированных инструкторов. И учили тогда только в Москве и в Питере. То есть я проходила обучение, и у зумбы есть несколько направлений. То есть зумба стронг, зумба аква, детская зумба, зумба голд, это зумба для более взрослых, которые исключают прыжковые нагрузки во время тренировки. Зумба, там предусмотрено все. Но когда я начала работать, я очень переживала, скажу честно, потому что я выходила на работу, меня брали вот в клуб, где были продвинутые пользователи. Потому что типа из пяти зумба инструкторов трое работали у них в клубе. А, понятно. И я выходила на группы и думала, справлюсь я, не справлюсь. Но надо сказать, наверное, чем выше планка, когда начинаешь, тем потом как-то проще. И меня это очень увлекло. Но постепенно, сколько я работала, я набрала в городе свои группы. Так как я люблю танцевать, и для меня на первом месте все-таки не фитнес, то постепенно моя зумба, каждый тренер, он свое привносит в любое дело, которое... Ну и не тренер, каждый, кто занимается своим делом, привносит что-то свое. И для меня важно понимание, что танец – это в принципе природа и данный нам способ сброса. С одной стороны сброса всего негативного, а с другой стороны танец – это всегда настроение, настрой. Ну это же самовыражение. Как ты себе настроишь, конечно, как ты себе позволишь. И вот этот мой десятилетний путь, с одной стороны кажется, что он долгий, но честно, он как одно мгновение. Я даже не могу назвать это работой, потому что это бесконечное удовольствие. Во-первых, я идешь, ты и пляшешь, это про меня. Ну а потом люди, которые приходят, мои открытия, которые за это время были сделаны. В основном приходят женщины. У нас за границей очень много мужчин танцуют зумбу. В Москве и в Питере есть мужчины. У нас в городе, но это всегда единицы, которые готовы. Ну там много причин, по которым не так много мужчин у нас танцуют. Но я хочу сказать, что за то время, пока это была зумба, постепенно она все трансформировалась, чем-то дополнялась. И в какой-то момент я понимаю, что от классического понимания зумбы я отошла, потому что у меня нету задачи, то есть там сжигание максимуму калорий. Ну хотя танцы в любом случае сжигают калории. Но для меня важно, чтобы все, кто ко мне пришел, вспомнили, что у них есть тело. И тело это важная часть каждого из нас. А мы его перестаем слышать. Мы все время, нами правит голова. Поэтому у меня на тренировках, я всегда говорю, наша главная задача выключить мозг. Не пытайтесь понять, что делают мои ноги. Ваш мозг хочет понять, силится, чтобы дать команду, как всегда. Че руки, че ноги, как куда поставить, как правильно все это должно выглядеть. А задача в том, чтобы расслабиться и получить удовольствие. То есть в этом, наверное, и было какое-то свое внутреннее открытие, что можно-то, оказывается, и тело-то может двигаться, и без участия головы, например, просто поддавшись ритму, каким-то вот... Это очень сложно объяснить. Это же невозможно увидеть, потрогать, пощупать. Это нужно просто... Вот когда смотришь, человек танцует, какое-то легкое такое свечение, когда человек, вот он как на облачке. Ему так здорово, так хорошо. Это, наверное, то, что и приходит, наверное, с возрастом понимания. Понимаешь, это не с возрастом приходится. И если ты себе позволяешь... Ты знаешь, большая часть людей, которые ко мне приходят или звонят, они говорят, можно к вам прийти, но я не умею танцевать. Я все говорю, вам точно, приходите. Но я всегда спрашиваю, что такое ваше не умею танцевать. Не умею танцевать, как бальные танцоры на паркете. Не умею танцевать, как мне хотелось бы выглядеть. То есть что такое? Каждый человек, у кого есть уши, и он слышит. Конечно. У которого есть ноги, и они ходят. Я всегда спрашиваю, в детский сад ходили? Да. Танцы танцевали? Ну, да, там было. Мы все танцуем. Только, понимаешь, вот моя задача не разучить какие-то связки, чтобы люди там на дискотеке вышли и блеснули. Сейчас я блесну, вот это я музыку слышу, ага, она подходит вот сюда, сейчас я знаю. Сейчас в ритме все сделаю. Сейчас три движения я сделаю их. Нет. Как раз для меня важно, когда люди, которые ко мне ходят, слышат музыку. Не важно, есть ли у них в арсенале. Они выходят, эту музыку в себя впускают и просто кайфуют и двигаются. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Да, действительно. Понимаешь, потому что мы все время, говорю, телом, командуем, и его не слышим. А когда люди отдаются музыке, они начинают двигаться по-другому. Ну и, в общем-то, в процессе вот это расслабление происходит. Вот когда люди приходят, ты, если даже вот ты просто придешь куда-то и обратишь внимание, как люди танцуют. Вот я точно могу сказать, у кого что-то происходит, потому что как люди двигаются, то есть по телу, тело, оно никогда не врет. Мы, на самом деле, так увлекательно рассказываем сейчас про танцы. Мне прям захотелось немного подвигаться. Я думаю, что не откажешь в удовольствии. Вообще не откажу. Мы очень с радостью посмотрели бы сейчас какой-нибудь зажигательно интересный танец. Но, дорогие друзья, для начала сейчас мы посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49, после которого вернемся в студии и сразу, обещая вам, честное слово, начнем с танца, друзья мои. Поэтому сейчас новости, позже вернемся в студию, продолжим. Слезы катятся капелью из-за пухших глаз моих. Дни улыбок отцвенели, не вернутся больше в них. А в окно случится осень, и любовь твою ко мне Журавлиным клином уносит на серебряном крыле. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя же дурочка. Ветер озорной колышет, стрелы лука медленно. Больше не мила, ты слышишь, отчего ж неведома. Короче, выйду желтым лугом, чтоб репили ствол обнять. Горе-горе, ты мою луковое, все ничем мне не унять. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Эх, ты мой лук-лучок, с тобой мне нипочем Будь то печаль, я знаю, подставишь ты плечо Будешь добрым врачом, разлука или грипп, душу слезы лечит Мне их не стыдно лить, лук золотой репчатый Мир ужится вокруг, с тобой все легче, мне если небо Завалок лей вдруг тучи, всего одна надежда О, ты мой друг пахучий Пряных трав ковер цветастый, под ногами стелется Без меня найдешь свое счастье, хоть сейчас не верится Хоть сейчас не верится Откушу галочку лука, чтоб не выть, как зверь в лесу Я спущусь к реке, подруге, грудь свою над нос и несу Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Твоя лишь дурочка Твоя лишь дурочка Дурочка Человек, он рожден для чего? Для определенных поисков себя И когда он находит себя, вот например Как ты нашла себя именно в танцах Ну, мне кажется, это уникально Спасибо за подаренные эмоции Да, всегда пожалуйста На самом деле, ну, я считаю, для меня Мы все приходим сюда, чтобы быть счастливыми А счастливым невозможно стать, если ты занимаешься чем-то не своим И что касается танцев Вот иногда говорят, вот вы можете выступить там с зумбой Зумба это не сценический номер, что мы вышли и станцевали Зумба придумана для того, чтобы каждый Вот пришла площадь народу полная Я проводила мастер-классы в область Мы выезжали там в Маслянино Наслышан, да В общем, вот пришли люди Задача зумбы в том, хореография ее настолько несложная Чтобы каждый мог повторить Не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы как раз повторить Поэтому может показаться, что одно и то же Но в этом и есть суть построения танца Чтобы за короткий музыкальный фрагмент Ты мог уже хоба к концу танца сказать Да я сейчас танцевал, вообще станцевал целый танец И причем у меня все получилось Да, и у меня все получилось И это важно То есть не как можно сложнее, а как можно проще Да, я наслышан по поводу мастер-классов Действительно, они проходили И какие вот, ну как люди отзываются Как люди себя ведут на подобных мастер-классах Они прям готовы полностью все Или же они подходят Вот когда голова включается, да И начинает управлять телом Типа двигайся так Здесь надо шаг сюда сделать и так далее Вот как это все выглядит на мастер-классах Ты знаешь, вот тут вопрос даже, наверное И не только на мастер-классах И на занятиях, когда приходят новые люди Я всегда, для меня это всегда очень переживательно Потому что, когда за час ты танцуешь 15 танцев А вот наши женщины устроены, честно тебе скажу Хорошо должна сделать Сразу все должно получиться То есть я должна понять и сделать все классно В этом-то вся и проблема И в этом вся проблема Потому что, и я очень часто говорю, понимаете Пожалуй, был только два человека было в моей практике Которые пришли и все танцы смогли станцевать И это были хореографы Но и хореографы не все действующие хореографы Не когда-то танцевавшие, а хореографы Поэтому люди ведут себя по-разному Кто позволяет себе Ну это, да Ну типа выглядеть смешным Или не думать о том, как он выглядит Тот получает удовольствие 100% Тот попробовал, тот включился Но на это нужна определенная смелость Если какие-то заводилы Если мы говорим о большом количестве людей Есть кто-то, кто выйдет и будет первым Кто-то подстроится Но на самом деле это очень увлекательно А если, кстати, например, вот так Разбираем простую ситуацию Я пришел на первое занятие Понимаешь, что я там чего-то стесняюсь И так далее Я могу, например, этот навык попробовать Прокачать у себя дома Ну вот просто включить музыку Попробовать, как-то раскрепоститься Приучить свой мозг к этим движениям А затем продолжать ходить на твои занятия Но при этом уже быть красавчиком Условно говоря Ты можешь это сделать Но ты же понимаешь, что организация класса Как раз подразумевает Чтобы ты был красавчиком Сам для себя Здесь и сейчас Чтобы ты похвалил себя уже за то, что ты пришел За то, что ты себе позволил двигать ногой Как она может сегодня это делать Потому что, безусловно, ты можешь дома там натанцовывать, как тебе кажется А потом ты пришел в люди Тебе казалось Да я вообще же Все уже Уже все вроде практически отрепетировано Да, и ты встал И не, не я, не уже, не все Поэтому я на первых занятиях Я всегда говорю Я говорю, это переживательно Но если люди готовы Если у них есть потребности, готовность Они останутся И есть люди, у которых У каждого свой размер шага Ты же понимаешь, это во всем Но если я хочу, и у меня есть стремление То, ну не было еще никого, кто бы не затанцевал Каждый танцует по-своему Любую вершину можно покорить Главное позволить себе это сделать Это свой танец Но он Ты себе не представляешь, как я радуюсь Люди иногда, они позже видят свой результат Я вижу результат гораздо раньше Ты не представляешь себе, как я радуюсь Это да, это здорово Тогда другой вопрос Какое время для человека Я имею в виду по возрасту Никогда не поздно начать заниматься танцом Никогда Это же многие говорят Я про это процитировал Никогда Так вот Есть ли такой какой-то момент Который вот лучше всего Начать заниматься, например До 30 После 30 До там 40 И вот Где вот найти золотую середину Когда прям можно Махнуть рукой и сказать А все, пойдут танцевать Это не зависит от возраста Не зависит Это зависит от твоего внутреннего порыва Не важно У меня танцуют женщины, которым 75 лет 75? Я разрешаю приходить на занятия с детьми Это, ну, отдельная такая тема Это тоже интересно Понимаешь? Не важно, сколько тебе лет А не мешает, когда с детьми приходят? Потому что все-таки, ну, хочешь, не хочешь, как родитель Не мешает Дети, кто-то из детей там сначала сидит, там, читает Кто-то заглядывает Кто-то смотрит Каждый ведет себя по-своему Кто-то танцует с нами Такой в приглядочку, да? И в этом есть своя сермяжная правда Потому что совместные занятия с мамой Они по-другому, да? У тебя отношения сразу по-другому складываются Поэтому, ну, каким-то образом не было такого Что вы уберите детей, они нам мешают Нет, такого нет И поэтому Не важно, сколько тебе лет И я тебе скажу, что зачастую у меня был такой опыт Что 18-летние двигаются хуже, чем 40-летние Хотя, казалось бы, физика, молодость, порыв Нет Ну, тут вот легко, как говорится, рассуждать А тогда посмотрим с точки зрения именно мужской, да, логики Часто ли приходят танцевать мужчины? Были ли такие случаи? Бывает ли? Да, были У меня, я тебе больше скажу Ко мне как-то пришел мужчина Который не испугался женщин, как многие И он потом стал инструктором Кстати, я очень рада Да, выучился на инструктора, пошел Антон И мужчины приходят Они не частые гости у нас на тренировках Ну, у них все получается Ну, у меня, например, есть вот семья Муж с женой ходит заниматься Они ходят раз в неделю Ну, они ходят У них там по-своему У мужчин устройство свое Ну, кто-то танцует Все танцующие Если честно, если честно Вот, ну, я не знаю Мне кажется, что когда меня просят что-то делать Я становлюсь абсолютно деревянным Но мне безумно хочется попробовать Мне кажется, ты лукавишь, Женя Я видела, как ты двигаешься Но мы попробуем с тобой Прямо сейчас можем попробовать Не вопрос Я приглашаю, да Пройдем на нашу импровизированную сцену Попробуем Что-нибудь попробуем сделать Попробуем Ну что, вот когда мы находимся Друг напротив друга Это значит, что я готов к обучению Да, я твое зеркало Ты, соответственно, мое Ноги немного согнули в коленях Это мы можем Это я не сомневаюсь И делаем с тобой Ты как бы размазываешь масло так Один Один Два Раз Два Один Один Раз Два Еще разок Один Два Один Один Два Видишь, у тебя уже как хорошо Вот, получается немножко Ноги гнутся, руки шевелятся Отлично Это самое главное Ноги поднимаются? Ноги? Да, поднимаются Еще пока достаточно легко Раз У нас такой с тобой как бы хип-хопчик Кстати, очень похоже И главное с присестом, да, чтобы было так А теперь Ты как бы смахиваешь с плеча Все, что тебе мешает Акцентик Акцентик Добавляем А теперь делаем Один Один Два Раз Два Два Один Один Раз Два Вообще отлично, Женя Классно, у меня получается Еще есть одно очень простое движение Ага, ага, ага Руки выпрямляй до конца До конца выпрямляй руки А, так это же легко Конечно, тянись к солнцу Мне кажется, что я уже прямо готов к различным Вот это ты хорошо Вот это уже у тебя получается К различным танцам, да Друзья мои, самое главное, чтобы одежда у вас была немножечко удобнее Желательно спортивная И, конечно же, правильная обувь Мне кажется, что я что-то еще могу И это очень радо Я благодарю тебя Мужчины в пиджаках еще ни разу у меня на занятиях не присутствовали Спасибо большое У нас сегодня в гостях Зинаида Куприенко, хореограф Спасибо большое, что пришла Спасибо, что позвали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!